Необычно стартовал выходной день председателя Севастопольского отделения Российского фонда мира Дмитрия Голикова. Уже в 9 часов активно шел сбор продуктов питания и бытовой химии для нуждающихся и малообеспеченных жителей Севастополя. Волонтеры загружали в багажники своих личных автомобилей, чтобы развести по квартирам и домам сельской местности в центре города самое необходимое пожилым людям и многодетным семьям. Не остались без внимания и семьи беженцев из зоны боевых действий в Донбассе. Многие первоначальную помощь получают в штабе «Мы вместе». Мы как бы нашим общественным движением «Доброволец», «Фонд мира» включен. У нас как бы своя программа, и мы чем можем помочь, тем помогаем. Вот что сегодня мы делаем. Наш друг, там есть такой нотариус городской, между прочим. Это не имеет к этому отношения. Человек нам выделил денег, определенную сумму и сказал, что я хочу, чтобы на эти деньги помочь беженцам. Чем я могу им помочь? Татьяна Петренко. Мы что сделали? Вот рынок всех привоз, предприниматели переговорили. И на эти деньги мы по себестоимости закупим товар. То есть выделена определенная сумма. По себестоимости эта сумма увеличится, то есть количество товара купленного. И это у нас сегодня мы развезем. Конечно, у нас есть те люди, которые могут помочь и хотят это сделать. И есть люди, которым нужна помощь. В этом и есть смысл общественного движения «Доброволец». А это наш склад, который нам предоставлен на бесплатной основе. Тоже предприниматель нам отдал, где мы фасуем продукты питания, делаем продуктовые наборы на деньги, выделенные Российским фондом мира. И развозим по нашим посылам. Мы уже развезли достаточное количество. Вообще у нас тысяча чем-то заявок мы обработаем. Тысяча чем-то пакетов Российский фонд мира выделил продуктовых. Вслед за бытовой химией в машины погрузили сетки с луком, картофелем, капустой, коробки с конфетами и печеньем. А вот наши ребята, предприниматели, настрез отказавшиеся брать за эту продукцию деньги. Они для наших беженцев делают подарок. Печенье. Больше у нас просто денег не хватает, если брать приклады. Спасибо вам. И вот разные пачки конфет. Некоторые предприниматели отпускали товар по себестоимости, что значительно ниже розничной цены. Некоторые просили принять продукты без оплаты. Судьба нуждающихся не оставила их равнодушными. Здесь ребята нам дают по себестоимости картошку. И, наверное, мы попросим у них еще капусту. Здесь нам морковку дают, капусту мы уже взяли. В принципе, наверное, здесь все. А, лук мы возьмем там дальше. Вскоре к овощам прибавились паки с мороженой рыбой и консервами. Точно так же помогают нашим беженцам. Это хамса, да? Хамса. Ставритка черноморская. Барабуля черноморская. И килька черноморская. И килька черноморская. В томатном соусе. Консервы. Огромное спасибо вам. Сейчас повезем туда же нашим беженцам. И вопрос, как это все разделить. Это надо будет как-то разрезать. Ну, разберемся. Огромное вам спасибо. Это абсолютно бесплатно. Люди дали... Без возмездно. Без возмездно. А вот не было войны. Спасибо. Давай, пойдем. Наши боевые братья, волонтерская рота. Это ребята вот уже повторно делают... Ну, приехали, затаривались продуктами. И опять возвращаются на село Байдарской долины. Сегодня около 50 адресов. В прошлом году было больше 80 адресов. Вот волонтерская рота. Боевое братство. Ребята, мы вам благодарны. Сейчас затариваемся и вперед в бой. В первую очередь Дмитрию спасибо. К 12 часам погрузка машин завершилась. И экипажи волонтеров поехали по городу в заранее намеченные адреса. Списки нуждающихся в Байдарской долине, например, составляли уличные комитеты, ветеранская организация, депутаты муниципальных образований. Личное знакомство с ветераном говорит о том, что продуктовые наборы от Российского фонда мира для них совершенно не лишние. Российский фонд мира – организация, которая выделила продукты питания. А в этом проекте мы как бы объединили многие структуры, общественные, в том числе и депутатский корпус включился. Сегодня здесь ребята – это представители молодежного крыла боевого братства, волонтерская рота боевого братства. Они на машинах водят, это наши депутаты, это наши ветераны и много-много-много еще общественных добровольцев. То есть в этом проекте закрутили общественную, общественную объединили. Кто-то может, помогает, кому-то нужна помощь. И вот считаю, что правильно. Работа волонтеров в этот день продолжалась до глубокого вечера.